Меня зовут Ирина Тукало. Я директор компании Reflame и директор города Кременчуга. Начинала, когда была в декрете, когда ребенку было год и семь. Сейчас уже ровно три года, как я начала работать в компании и скажу, что сразу я работала на офисе два года, но последний год мы работаем в интернете. И именно за последний год достигла уже таких результатов. Директор компании, частный предприниматель. Уже год зарплата. Зарплату получаю каждые три недели от компании на свою личную карточку, на свой личный расчетный счет. Зарплату получала в размере 5-6 тысяч каждые три недели. Получила премию тысячи долларов. Ездила на банк директоров, получила поездку, квалифицировалась на поездку в Египет. Была в Египте со своей командой. Дальше продолжаю развиваться. Работаем дома. Полностью дома. Вот это такие вебинары, такие вот наши собрания, вот это мы так работаем. Это дома, это комфортно, это удобно, это в свободном графике. И мы никому не подчиняемся, мы сами себе здесь начальники. И это очень комфортно, это очень преимущественно перед другими, например, работами. И мне это очень нравится. Сама по образованию учитель младших классов и информатики. Это мое первое образование. Я дня не отработала в школе, потому что поняла, что в школе работать за маленькую зарплату я не буду. И второе мое образование – это экономист, менеджер, бухгалтер. Заканчивала высшее образование, заканчивала магистратуру. И хочу сказать, очень большие надежды покладала на какую-то одну из этих профессий. И хотелось где-то развиваться, где-то хорошо зарабатывать. Но поняла, работала всего лишь два года в банке и поняла, что там много нельзя заработать. И таким образом дольше всего работала в кафе-баре, в кафе-ресторане у нас здесь в Минчуге, в официантам. И ушла в декрет оттуда, в декрет ушла неофициально. И уже в декрете начала задумываться, что мне делать дальше. Потому что в школу не хочу, в банк не хочу. И, в принципе, хотелось какое-то свое дело, но я еще не понимала, какое будет у меня дело. Потому что капитала, чтобы открыть что-то свое, у меня не было. И поэтому, когда постучалась ко мне компания Reflame, и здесь мне сказали, что можно открыть свой бизнес с нуля, я сразу согласилась и начала пробовать. И вот уже ребенку почти пять лет. На работу в декрете я так никуда и не ушла. Работаю дома, комфортно. И поэтому все, кто есть у нас здесь новички, просто послушайте, просто прислушайтесь и подумайте, нравится ли вам, понравится ли вам так работать. Ну так как мы, мы работаем дома и стабильно получаем свою зарплату. Если вы этого хотите, и мы работаем в международной компании, которая очень стремительно сейчас развивается, которая показывает шикарные результаты, которая показывает шикарный высокий уровень. Это поездки, мероприятия, это зарплаты, премии и поощрение от компании своим партнерам. Что сейчас такой работы, ну в принципе не найдешь. И примите для себя решение, хотите вы так или нет. И мы вас приглашаем, ну а ваша задача уже решить. И хочу сказать, компания косметическая, у компании есть продукты. У компании есть продукты, косметические средства, средства по уходу за кожей лица. Основной акцент компания делает по уходовой косметике, для того, чтобы немножечко сохранить нашу молодость и красоту. И естественно разный ассортимент продуктов есть. Парфюмерия, декоративная косметика, мыльно-брынные средства. И у компании есть бизнес-план. Но сегодня мы поговорим непосредственно, непосредственно поговорим о уходовой косметике. И многие, честно скажу, пришла в компанию, когда мне было 27 лет, и скажу, что я не пользовалась ни кремами, ни ухаживала за лицом до 27 лет. И у меня состояние кожи уже было на мой возраст очень такое, ну ужасное, я вам скажу. И когда я пришла, когда мне начали здесь рассказывать, что нужно ухаживать там каким-то средствами, кремами, тониками, молочком, для меня это очень показалось таким, ну как-то... Ну я таким никогда не пользовалась. Зачем это? И разве можно там сохранить молодость или сделать кожу лучше? А когда сама начала пробовать, то очень мне понравилось, и состояние кожи моей намного улучшилось, потому что я начала пользоваться полностью комплексным уходом. И я хочу, ну, я думаю, видно мое лицо нормально, и я хочу сказать, что у меня на лбу было две такие яркие морщины. То есть сейчас, когда я, ну и вот здесь под глазами тоже, то сейчас, когда я использую то, что я сейчас вам буду рассказывать, то у меня, ну, выглядит лицо намного моложе, чем было там три года назад. Поэтому давайте приступим. И про что мы сейчас будем разговаривать? Про кожу лица. То есть если у кого-то есть какие-то вопросы, вы задавайте сразу. Я буду разговаривать очень быстро. Информации очень много, и я, как всегда, хочу вложиться в час, в час не вкладываюсь. И поэтому буду быстро говорить. Кто не успевает, задавайте вопросы, я буду отвечать. И давайте сейчас определим, у кого какой тип кожи. У кого какой тип кожи. Вообще есть. Вообще есть. У нас кожа нормальная, сухая, жирная, комбинированная. Четыре типа кожи. И вот, девчонки, нам пишут. У меня комбинированная. У меня комбинированная. Как определить? Может, когда пришла в компанию, не знала, какая у меня кожа. Мы молодые. Вот подумайте, зачем вам это надо? Мы молодые, красивые. У нас есть мужья, у нас есть дети. Наши мужья, ну, должны гордиться нами, да? А я в 27 лет не знала, какая у меня кожа, и не знала, как за ней ухаживать. И какое будущее могло, ну, в принципе, быть у меня, да, если я не ухаживала за собой, не ухаживала за своей красотой. А мужчины наши, ну, ежедневно видят красивых, молодых, ухоженных девушек и женщин. И потом просто, почему жалуются, муж ушел, или... Или потому что мы, когда попадаем в декрет, мы перестаем мыть голову, красить глаза, красить губы, потому что мы в декрете, и нам ничего не надо, потому что мы мамочки. У нас есть дети, и все. Не забывайте, не забывайте за своих мужей, потому что они все равно смотрят. И как? Когда вы ходите на работу, вы краситесь, одеваетесь, ну, прикорашиваетесь и идете на работу. Когда вы сидите три года в декрете, ну, иногда там вы ходите, да, иногда там за собой там последили, да, но большинство вы сидите дома, ну, это было такое у меня, я свой опыт рассказываю. И это чаще всего уставшая, муж приходит с работы, но мне уже лица нету, я кушать готовлю, в грязном халате. Ну, в принципе, наверное, множество так, да. И потом, почему, почему начинаются какие-то ссоры или какие-то там недопонимания, потому что, ну, в принципе, мы, может быть, надоедаем такие нашим мужьям. Этому нужно всегда следить за собой. Так, в основном девчонки написали комбинированное. И для тех, кто не знает, как выяснить, какая у вас кожа, мы сейчас поможем вам разобраться. В принципе, можете вспомнить, можете вспомнить состояние своей кожи лица, когда, ну, вот, в подростковом возрасте. Когда, если у вас было очень много прыщей, очень много прыщей, там, высыпаний, это, скорее всего, жирная кожа. Если у вас была, ну, сухая, ну, если не было прыщей и не было высыпаний, ну, каких-то там чрезмерных, значит, у вас была сухая кожа. Нормальная кожа – это очень мало, маленький процент у людей нормальной кожи. И нормальная кожа, в принципе, это до 11-12 лет. Ну, такая ладенькая, свеженькая, без прыщиков, без всяких изъянщиков. И вот такая кожа, ну, в основном у детей до 11 лет, но и есть, ну, остается. Ну, редко у кого такая кожа остается. Но даже если у вас нормальная кожа, все равно за ней нужно ухаживать. Так, жирная. Жирная – это, почему жирная кожа? Результаты повышенной деятельности стальных жилет, да. И, ну, чрезмерно выделяется вот этот подкожный жир и кажется жирная, блестит на солнце или, ну, выступает просто этот жир наружу. И я вам скажу, что это не хорошо, не плохо, но больше даже, потому что, чем, если у вас жирная кожа, вы можете хорошо за ней ухаживать, вы можете вернуть ее в нормальное состояние, например, комбинированной кожи. И если у вас жирная кожа, то у вас постареет ран позже. Потому что если у вас сухая кожа, это, ну, то есть, постоянно пересыхает, и у сухой кожи нету, конечно, изъянчиков, да, нету прыщиков, нету каких-то там воспалительных процессов, но эта кожа стареет раньше. В 35 лет уже начинает стареться сухая кожа лица. Так, то есть, девчонки написали, те, кто у нас есть новички, пишите, какие у вас типы кожи, я помогу вам разобраться, как ухаживать вам за вашей кожей. То есть, мы решили, да, а комбинированная это и жирная, и сухая, два в одном, в основном Т-зона, Т-зона это жирная, а вот здесь вот сухая. Так, так, и вообще комбинированная кожа, это 80% всех остальных. Так, и есть у нас еще зрелая кожа, это у людей от 40 лет. И зрелая кожа уже чаще всего сухая, потому что уже в зрелом возрасте, ну, вот эти сальные железы уже работают намного не так хорошо, и поэтому уже ваша кожа будет более сухая и начинает активно стареть. И вообще, есть еще состояние кожи. Есть кожа чувствительная, проблемная, обезвоженная. Проблемная, это в основном в подростковом возрасте, когда вот эти вот прыщики, высыпания, с этим можно бороться, этого можно избежать. И это проблемная кожа, в основном это жирная кожа. Состояние кожи чувствительное и обезвоженное, это в основном сухой кожей. Это обезвоженное, потому что оно не хватает, ну, как бы воды в вашем организме, и получается кожа сухая, пересыхает и, опять же, приводит к старению. Поэтому обезвоженность тоже можно, с обезвоженностью тоже можно бороться. И если чувствительное, это вот бывает там аллергия, что то не подходит, то не подходит, просто нужно подобрать какой-то свой продукт, который будет подходить и который вам поможет. Так, и смотрите, теперь мы непосредственно переходим к тому, как ухаживать за кожей лица. Есть система ухода за кожей лица. И косметические средства, косметические средства, это средства по уходу за кожей, тоже так же называются, и действуют эффективно тогда в трех случаях. В трех случаях я вам их пишу. Косметические средства, или Оля Подлесная, или Ира тут, Ира Пьянкова, или Оля Подлесная. Давайте я буду рассказывать, а вы просто подытоживайте и пишите. Так, Ира Пьянкова, тогда пиши. Косметические средства эффективно действуют в трех случаях. Первый. Если они, косметические средства, соответствуют вашему типу кожи, который мы сейчас выясняли, и вашему возрасту. У меня, мне 30 лет, и мне, у меня комбинированный тип кожи. Состояние у меня нормальное, у меня нет ни обезвоженности, ни проблемности, ни чувствительности. То есть, я выявила, какой у меня тип кожи, возраст я свой знаю. Теперь нелегко будет подобрать по типу и по возрасту. Ира, вот это запиши. Первый пункт. Если подобраны по типу и по возрасту. Во втором случае, если применяются не по отдельности, а системой. Ну, в любом, в любом деле важна система. Если это работа, то это в системе. Если уход за лицом, это в системе. Не будет у вас результата, когда вы, не будет у вас результата, когда вы просто пользуетесь одним кремом. Сейчас мы дальше эту систему с вами будем разбирать. То есть, ни по отдельности, ни одним кремом, ни одним каким-то тоником, ни одним каким-то молочком. Если это используется в системе. А система состоит в четырех этапах, которые мы дальше разберем. То есть второй пункт, что косметические средства будут эффективно действовать и давать результат, когда выбран по типу кожу возрасту, используется в системе каждый день. И если пользоваться той выбранной системой, которая вам подходит, постоянно. Постоянно. Так, и золотое правило. Золотое правило вообще есть, ну, вот в этих всех косметических средствах, типа вот этому уходу за лицом, чтобы пользоваться серией одной фирмы. Почему? Смотрите, у нас есть, перейдем сейчас именно к четырем этапам. Ира, пиши первый этап очищения. Ира, запиши первый этап демакияж. Смотрите, и потом я скажу золотое правило, когда мы пройдем четыре этапа. Ну, вообще, перед тем, как начинать ухаживать за кожей лица, нужно с нее снять косметику. Это демакияж. Это то же самое, когда вы заходите в ванную купаться. Ир, это нулевой этап. У нас начинает, ну, то есть, если у меня сейчас очищенная, ну, если у меня сейчас нету косметики, значит, я могу приступать к очищению. Если на мне есть косметика, я использую демакияж. Снять одежду с лица. То есть, вы идете купаться в ванную, вы раздеваетесь. И потом вы купаетесь, намыливаетесь, там, какими-то маслами и так дальше. И потом вытираетесь и продолжаете, там, кремами, одеваетесь, да? Вы покупали, смыли с себя все. Точно так же на лице. Очистить кожу лица, это не значит смыть косметику. Очищение состоит в другом. Но перед тем, как начать очищение, нужно снять макияж. Как мы снимаем макияж? У нас есть отличное средство. И сегодня я вам все буду показывать именно с наших средств. То есть, я думаю, вы это уже поняли. И как снимать макияж с лица? То есть, система ухода за лицом, это днем и вечером. Вот эта система, да? И днем, и вечером. То есть, если утром вы просыпаетесь, у вас нету макияжа, то вечером вы приходите с работы, у вас есть макияж. И вам нужно снять макияж. Есть у нас вот такое средство, три в одном. Для рук, для лица и для ресниц. То есть, обыкновенно смачиваем ватный диск и смываем. Вот здесь там тоналку, пудру, губы смываем. И покажу, как смывать глаза. Как смывать тушь с ресниц. Берем на два, разрываем вот такой вот ватный диск. Это для того, чтобы не травмировать лишний расход, да? Не растирать и не умывать мылом. Я раньше это все умывала мылом. Это вообще запрещено. И вот ложим вот так сложенный ватный диск под витка, да? И второй смакиваем, ну вот этим средством. Намочили и просто вот так приложили, глаз закрыли и приложили, чтобы реснички у вас на ресничках тушь, чтобы немножечко впитало. У меня сейчас нет, я просто показываю. Чтобы немножечко впиталось средство в реснички. И потом просто двумя вот такими движениями, раз, два, три, у вас реснички остаются вот здесь и вот здесь. Вот здесь немножко подтерли и у вас на глазу нету ресниц, нету туши. Она вся вот здесь. Вот это так мы проводим. Мы сняли макияж, то есть это мы провели демакияж. И переходим к очищению, да? Первый этап по уходу за лицом – это очищение. Очищающие средства у нас есть хельпенки и молочко. Зачем проводится очищение для… И очищение очищающие средства не предназначены для снятия косметики. Для снятия косметики у нас есть средства для снятия косметики. Очищающие средства – молочко, хельпенка. Зачем? Для того, чтобы поры пооткрывались, для того, чтобы пооткрывались поры и оттуда вытащить всю грязь. которая за целый день там накопилась. И смотрите, для комбинированной жирной кожи лучше использовать гель-пенки. Гель-пенки. И для сухих типов кожи лучше использовать молочко. Почему? Потому что молочко мы используем без добавления воды. И в воде местятся металлы разные, ну в составе воды металлы, которые, ну и вода пересушивает кожу лица. А если у вас сухая кожа, и ее еще постоянно умывать мылом и водой, она будет постоянно пересушиваться, а это приводит к преждевременному старению. Поэтому, если у вас сухая кожа, не используйте, старайтесь не использовать, ну, средства по очищению с водой. У меня нету, у меня комбинированное, у меня нету молочка, но молочко выглядит вот такое. Ну, это серия у нас Optimal. Серия Optimal очень много занимает разных наград, очень во многих номинациях побеждает. И здесь есть все необходимые ингредиенты, которые, в принципе, помогают сохранить нам молодость лица. И розовая серия для сухой кожи, синяя серия для комбинированной кожи и зеленая серия для жирной кожи. Я использую синюю серию, вот у меня гель-пенка и вот у меня тоник. Это два неотъемлемые процесса очищения. Очищение и тонизирование, но мы сейчас про очищение. Я расскажу, как пользоваться. О очищение для сухой кожи это молочко. Как мы делаем? Мы наносим молочко просто себе на лицо, на лицо. Ну, тоже вот такое вот розовое, вот такое вот розовое, только оно молочко. И вы его берете себе вот так и наносите на лицо. Немножко оно у вас там повоздействовало. Вы нанесли и минуточку, там полминуточки держите у себя на лице. Поры открываются и вот это молочко вытягивает спор всю грязь, которая накопилась. И дальше вы просто берете два спонжика и это все снимаете. Вы это все просто попробуйте. Вы это все попробуете и вы увидите. Вся грязь у вас будет на вот этих спонжиках. И вы вот это все сняли. И следующий этап – тонизирование. Тонизирование для того, это, то есть очищение состоит с очищения и тонизирования. Тонизирование – это завершающий этап очищения. Он приводит кожу в нормальный липидно-щелочной баланс. И что мы делаем? Поры, поры у нас открыты. Мы берем на спонжик, на спонжик, промакиваем это все. Поры закрываем, доочищали, доочищали поры, закрыли. И наша кожа готова к следующему этапу. Это я про сухую рассказала. То есть в основном по очищению у нас вот это самое лучшее средство. Есть у нас средства серии Laf Nature. Вот такие вот. Вот такая вот серия. Я немножко вот в каталоге приготовила. Вот здесь есть тоже молочко, тоник. Ну, вот такая серия. Она более-менее дешевая, ну, то есть более доступная, да, если у вас не хватает. Вот эта серия сейчас в каталоге 89 гривен. И гельпенка, и тоник 89 гривен вот здесь. Вот здесь. И наша скидка, это получается там 75 гривен, да. И если для вас это дорого, можно, в принципе, обратиться сначала к этой серии. Так, это поняли, да. И сейчас я покажу, что, как я делаю гельпенкой. И вообще, как, если у вас вот комбинированная жирная кожа. Умываемся гельпенкой, да. Есть у нас гельпенка. Мы смочили лицо. Мы на, вот здесь, ну, добавили себе гельпенки. Себе тут. И умываемся. Но лучше умываться не руками. Лучше умываться не руками, а спонжиком. Тоже есть у нас губки. Ну, не спонжики, а губки. Хорошо очищаем, потому что, если кожа жирная, нам нужно, ну, более тщательно очистить. Есть щиточка. Ну, из щиточка есть губка. И у меня это вот. У меня вот этот аппарат. Я сейчас покажу, как он действует. И хочу заметить просто, что в этом каталоге его цена вот еще 699 гривен, да. В подарок идет аппарат для очищения кожи. И в следующих каталогах уже будет дороже. Уже 729 и так дальше. Если с нашей скидкой, посчитайте, сколько это будет. 699 минус 20%. То есть в других компаниях я тоже сравнивала. Я тоже сравнивала. В других компаниях во всех намного дороже. И что делает этот аппарат? Это, ну, это мягкое, комфортное очищение каждый день, всего лишь одну минуту в день, да. И он 559 гривен. В 5 раз эффективнее, чем умывание традиционным способом. Умывание традиционным способом – это мылом, да. Это хорошо. Это дешево, да. Зачем нам сейчас тратить, в принципе, на 559 гривен на очищающий аппарат, если я мылом умываюсь за 3 гривен. Но просто подумайте о будущем. Подумайте о том, как вы хотите выглядеть через 10-15 лет. Стоит ли сейчас все-таки купить этот аппарат, ну, или купить вот эти очищающие средства, чтобы начать ухаживать, чтобы вы потом выглядели очень красиво и замечательно. Так, чтобы ваш муж не заглядывался на других, молодых и красивых. Ну, что часть, ну, что очень часто так бывает. И я покажу, как я этим аппаратом, ну, что я им делаю. Сначала намочу себе, тут у меня все есть рядом, и полотенце, тут я все подготовилась. И потом я смочила его, смочила немножко лицо себе. И вот здесь у меня очищающая гель-пенка. Я себе вот здесь. Очень классный аппарат. Специально для нас, да, специально для нас красиво. И смотрите, как он действует. Он действует минуту. И здесь уже программа, здесь нажимаешь кнопочку, и она работает именно на одну минуту. Такими, ну, круговыми движениями. И по лицу себе берем по массажным линиям. Я вот тут хорошо, там, возле носа, да, там, где у нас, где у нас есть, там очень много, там, бывает черных точечек, да. Вот здесь. Очень хорошо на лбу. Ну, я вам честно скажу, у меня раньше состояние кожи было, вот здесь постоянно сухая, шелушилась. Вот здесь на лбу, ну, нос, это постоянно жирный, летом, блеск. Это было так дискомфортно. Я себя так некомфортно чувствовала, когда на работе, или когда с мужем, ну, там, знакомились. Но это было очень дискомфортно. И сейчас, когда пудрой намазалось, когда пудрой намазалось, вот здесь, ну, там, шелушится, нос тоже шелушится. И вот видите, просто одну минуту, и все, закончилось. То есть больше не надо. Так, зато очень мягкая вот здесь кисточка, она очень хорошо вам прочистила все. То есть руками вы так не помоете. Просто сравните, как вы моете посуду. Жирную посуду, как вы моете? Вы моете рукой и холодной водой, и без моющего? Или все-таки лучше помоется, когда вы помоете губку, губкой и с очищающим средством? Точно так же здесь. Если вы жирную посуду помыли руками, без очищающего средства, она остается жирной, она остается неочищенная. И точно так же ваша кожа лица. То есть, ну, решать, конечно, вам, да. Я не сразу, я не сразу приобрела этот аппарат, я не сразу приобрела эти все средства. Но я все-таки поняла, здесь я смотрела на людей. Я посмотрела, как хорошо выглядят люди в возрасте 40, 45, 50 лет, которые там 10, 15 лет в компании Арифлэм, как они выглядят в 55 лет. Я посмотрела на других людей, которые на работах работают, они не ухаживают за своим лицом, и как они выглядят. Я просто сделала для себя выбор, что я хочу выглядеть хорошо. Сейчас умылись. И потом просто смываем это все. Сразу, сразу состояние, он звук немножко издаёт, ну, совсем немножко звук издаёт. Самая главная фишка ещё в том, когда вы вытираетесь, не нужно вот так сильно вытираться. Просто тебе промокнули лицо, и всё. Не нужно лишних движений, растягиваний кожи. Это всё травмирует нашу кожу. От этого всего лопаются там все вот эти эластины, коллагены и так дальше. Это всё приводит нашу кожу к морщинам. Ну, и посмотрите, гладкая, гладкая, красивая, ровная. Ну, мне очень нравится цвет кожи, свежий вид. И, ну, это всё благодаря, ну, тому, что системно ухаживаем. Дальше очистила гель пенкой. Дальше у меня есть тоник для комбинированной кожи. То есть первое мы записали очищение. И второе тонизирование для того, чтобы закончить процесс очищения, для того, чтобы нашу кожу закрыть. Случили спонжик. И по массажным линиям. Массажные линии у нас от, ну, от середины лица к вискам, вот здесь к вискам, и вот здесь всё к вискам. Вот это всё подтягиваем, подтягиваем сюда. И, ну, не вот так, а вот так, аккуратненько. Потому что, ну, это наша визитная карточка. Напишите, кто, ну, кто хотел бы выглядеть очень красиво, ну, там, в 40-45 лет. Я вообще, я вообще всегда раньше, ну, может быть, и не все, всегда раньше боялась старой. И я знаю, почему я попала в компанию Рифмэм, потому что тут я не буду старой никогда. Потому что здесь я буду всегда ухаживать за собой. И чтобы ваша кожа лица была нормальная, красивая, подтянутая, выиспавшаяся, да, нам нужно высыпаться, нам нужно хорошо питаться, нам не нужно попадать там вот эти постоянные стрессы. Почему, почему у меня сейчас, ну, в принципе, всё, ну, более-менее налаживает, всё, ну, всё хорошо. Потому что я начала высыпаться. Когда я работала в кафе-ресторане, я работала сутками, я работала сутки, работала сутки дома, постоянно в прокуренном заведении, постоянно сутки на ногах, плохо кушала, плохо спала, не было никакого режима, и у меня это всё сказалось на моём здоровье, сказалось на моём лице. То, когда я начала полностью ухаживать за своим лицом, через полгода муж даже сам заметил и сказал, что, ну, хорошо, лучше выглядит, да, и, ну, и вот, посмотрите, всё, оно всё впиталось. Так, так, идём дальше. Третий этап, третий этап системы по уходу за лицом – это увлажнение. После того, как мы сделали очищение и тонизирование, нам нужно восстановить баланс увлажнённости, да, потому что, чтобы кожа, ну, была эластичная, увлажнённая, чтобы имела свежий вид, нам нужно увлажнить её. Увлажняем мы дневными кремами. Дневной крем – третий этап очищения, третий этап по уходу за кожей лица – это увлажнение. Увлажняем дневной крем, увлажняем сыворотка, увлажняем, вот у меня был, у меня был летом, это увлажняющий лосьон для лица тоже, то есть, смотрите, вот это увлажняющие средства. Увлажняется кожа, наполняется витаминами, и как, это как одежда для нашей кожи лица. Когда мы выходим на улицу, наша одежда уже имеет слой какой-то, да, чтобы защитить нашу, чтобы защитить нашу кожу от ветра, от пыли, от солнца, от ультрафиолетовых лучей, что тоже очень негативно влияет на нашу кожу и кожа стареет. Поэтому увлажнение, оно вот это защищает нашу кожу. И смотрите, да, я не знаю, когда я успею рассказать, как нанести быстро макияж. Сейчас я очень активно пользуюсь серией True Perfection. Это серия 25+. Наша компания сделала для нас очень большое такое преимущество, что у нас все по сериям. Есть серия 25+. Почему 25+, почему не 20+, 25+, потому что в 20 еще наша кожа молодая, да, и еще в 20, в принципе, не нужно за ней так активно ухаживать. Нужно просто поддерживать просто дневным кремом, да, и очищающими средствами. Но уже с 25 лет уже нужно питать кожу, уже нужно, ну, смотреть, потому что до 25 лет мы уже начинаем работать, наша кожа подбирается стрессам, и нужно уже за ней указывать. Поэтому начинается у нас 25+, это серия True Perfection. 35+, у нас есть Экологен, серия Экологен Плюс. Это все у нас есть в каталогах, я думаю, вы найдете, да, вот такая вот есть Экологен. Экологен серия, это 35+, что 30+, мне еще не 30+, Ян, напиши, но 35+. У нас сейчас появляется новая серия Novage, это 40+, у нас есть серия Time Reversing, это 45+, 55+, почему идет этапами? Потому что с каждым годом, с каждым годом все больше и больше стареет, и все больше и больше нужно ингредиентов, которые помогают восстанавливать нашу кожу. И то, что мы пользуемся в 25+, ну, в 25, мы не можем уже использовать в 35, потому что в 35 уже нарушены другие процессы. И, таким образом, наша компания разделила это все, добавила в каждую серию какие-то свои ингредиенты, и с каждым возрастом серия идет дороже, потому что все больше и больше активных ингредиентов нужно для того, чтобы бороться с нашим вот этим процессом старения. Это понятно. Серия True Perfection. Так. Дополнительный уход расскажу потом. Крем. И наносим крем. Также есть еще сыворотка. У меня сыворотка закончилась. Зачем сыворотка? Сыворотка тоже для увлажнения. Сыворотка для того, чтобы активизировать работу крема. Крем наполняет витаминами, увлажняет, макирует и так дальше. Защищает. И для того, чтобы крем дневной давал больше результата, мы еще перед кремом можем наносить сыворотку. У нас есть сыворотка в True Perfection, в Экологене. И во всех наших средствах уже добавилась сыворотка. Это активатор действия крема. Вот почему нужна сыворотка. Ну, у меня есть в маленькой упаковочке. Я не достала. И берем, наносим крем. Как наносим крем? Постукиваниями. Постукиваниями. Это дополнительный массаж. И, ну, мне очень это нравится, когда вечером или утром я это делаю. Это, опять же, массаж. Кровь погоняли. Свежий вид нашего лица. Такими движениями. Вот здесь хорошо на лбу. И мы вбиваем этот крем. Мы его не вмазываем, не втираем. Мы его просто так, лёгенькими движениями вбиваем. Естественно, можно, вот эту зону декольта тоже можно зацепать. Всё. Вот так. Если, ну, видите, у меня нету... Раньше я один раз, ну, до 27 лет, я один раз брала крем Невея. Я не угадала по типу. Я взяла его супер жирный. И я как намазалась, как вышла на улицу, у меня жирная кожа сразу пожирнела. И я сказала, боже, зачем эти крема? Сейчас, вот смотрите, я вбила, и всё. Моя кожа приняла этот крем. И я выхожу вот так на улицу сразу. Хотя раньше я не понимала, как нанести крем на лицо и выйти на улицу. Я раньше для того, чтобы, для того, чтобы выйти на улицу, я хорошо, чисто, начисто умывалась. Ну, и это неправильно, это неправильно. И выходила со скрытыми порами, и, естественно, всё, ну, это я всё делала себе, бредила. Поэтому, всё, мы провели увлажнение. Мы увлажнили кожу, всё хорошо. Четвёртый этап – это питание. И питание – это ночные крема. Днём мы увлажняем кожу и эти защиты, да? А ночью мы питаем кожу. И ночные крема у нас, если днём мы защищаем, то ночные крема работают. Пока мы спим, ночные крема работают. Они напитывают кожу нашими, ну, витаминами, минералами и восстанавливают, ну, кожу после, там, дня, да? И это всё способствует процессу регенерации. Регенерация – это процесс старения. То есть для того, чтобы предотвратить старение. У меня Optimal ночной, ну, был Preperfection закончился, но, в принципе, мне нравится. И тот, и тот, я разными пользовалась, всё разное пробовала. Мне, в принципе, ну, как, всё подходит, я не знаю, мне всё подходит. И, ну, я экспериментирую. Что появилось новенькое, я пробую. Ну, сейчас ночной у меня вот такой вот, Optimal. И, то есть, ну, ночным кремом нужно пользоваться уже, ночными кремами можно пользоваться с 25 лет. Ну, вообще, крема Optimal, ну, с 20 лет можно пользоваться. Так, а ночными, если у вас сухая кожа, можно с 20, для того, чтобы ночью, ну, вот это немножечко, там, ну, питалось, да? Так, а если у вас, ну, нормально комбинированная кожа, можно с 25 лет начать пользоваться ночными кремами. Они в основном питательные, они в основном работают ночью. И, дальше, смотрите, фишки, фишки. Дневной крем, вообще, серию по, систему по уходу за лицом проводим за 30-40 минут до выхода на улыбку. Или за 30-40 минут до нанесения макияжа. И вечером тоже этот уход проделываем за 30-40 минут до сна. Потому что если я сейчас это, кстати, мне нужно было уже ночным кремом мазаться, да? Если мы вот это сейчас все нанесли и сразу легли в подушку, все осталось на подушке. А если мы нанесли и 30-40 минут мы походили, оно все впиталось и начинает свою работу. Чтобы этот крем не остался потом на подушке. Также у нас есть, это 4 основные. Очищение, тонизирование, увлажнение питания. Есть дополнительный уход. Но, я считаю, за глазами это основной уход. Но отдельный уход за областью вокруг глаз. Это отдельные средства. Это отдельные средства, и они есть у нас в каждой серии. Для области вокруг глаз. Почему отдельные? Потому что область вокруг глаз, как вы заметили. Ну, я думаю, замечали, да, что раньше всего появляются морщинки вокруг глаз. Потому что мы очень много улыбаемся, мы очень много мимическими такими движениями в нашем лице работает. И от этого у нас постоянные сокращения. И постоянно, ну и раньше начинают появляться вот здесь морщинки. И почему? Потому что кожа вокруг глаз самая тоненькая и самая, самая тоненькая и легко начинают уже, ну, проявлять морщинки, да. И поэтому, если у нас в команде, у нас в команде новый менеджер, это Богдана Лысюк, она здесь, Богдана Лысюк здесь. Богдана, мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем с этим уровнем. И ты большая молодщинка, ты большая молодщинка, ты достигла этого уровня. И ты старалась, стремилась. У тебя все получается. У тебя есть огромное желание, есть огромное стремление, настойчивость, терпение, маленький ребенок, ради которого ты все это делаешь. У тебя есть муж, который поддерживает тебя для того, чтобы я это делала. И не останавливайся, иди вперед. Все у тебя получится однозначно. Я не сомневалась ни на секунду, что ты будешь менеджером, и ты будешь директором, и будешь вариантовым директором, и все у тебя слоится наилучшим образом. И сегодня мы все тебя здесь поздравляем. Так. Так, перейдем к области вокруг глаз. Тоненькая, тоненькая кожа, да. Если мы наносим крем на лицо, здесь у нас кожа такая погрубее, и будем этим же кремом наносить вокруг глаз, мы будем вредить. Мы будем вредить. Поэтому, поэтому, ну, везде есть отдельные средства, потому что для этой тоненькой кожи, да, нужен особый уход. И у нас это все, вот, ну, есть специальные крема для кожи вокруг глаз. Очень классные у нас, ну, вот эта серия 3 Perfection, да, 25+, я этой серией пользуюсь. Мне очень нравится вот этот вот роликовый массажер, который и массажирует, как я делаю. Так. И вот так. Немножечко придавила крем, чуть-чуть остается, да. И вот такими, опять же, вот этими пальцами, безымянными постукивающими движениями. И именно против, ну, вот так, сюда, вот внутри, ну, вы поняли, да, в середину. Такими постукивающими движениями можно вот так, то есть не сюда растягивание, сюда у нас идут морщинки. Если мы будем сюда растягивать, мы будем еще больше помогать морщинкам развиваться, да. А так мы немножечко их возвращаем назад. И, ну, почитайте это, почитайте, это все есть. Вот эти массажные линии, эти все фишки, эти все методы, секреты, это все есть в интернете. Но я этого не знала. Я не знала, где его читать, я не знала, где его узнавать. Здесь меня научили, и я довольна сейчас то, что я умею, то, что я научилась, то, что я делаю и то, что мне принесло результат, я показываю вам. Вот это область по уходу за глазами. Кожа вокруг глаз стареет раньше, потому что морщинки раньше появляются. И отдельный уход за кожей вокруг глаз можно начинать уже с 20 лет. И смотрите, если вам 20, вы можете брать уже серию 25+, для глаз. Если вам 25, вы можете брать для глаз уже серию 30+. На 5 лет старше можно брать серию для глаз. Это понятно, да? Понятно, да? Так, идем дальше. Идем дальше. Это у нас была... Ну все, мы готовы. Это все, это все, что мы сделали. Это все, что мы сделали. И еще у нас есть дополнительный уход. Это наши скрабы-маски. Скрабы-маски-сыворотки, да? И у нас есть самая замечательная серия. Это серия спа-уход, в которой я делаю это все. И у нас есть, ну, скрабы-маски есть в других сериях. Я расскажу вам про спа-уход. У нас есть отдельно записанные вебинары уже про эту серию. Ну, немножечко, быстренько, сейчас сделаю акцент, потому что, наверное, в этом каталоге есть, по-моему, дешевле эта серия. Сейчас я посмотрю быстренько. Смотрите, если разобраться, если разобраться, если разобраться, да, если взять один продукт, 89 гривен, да, здорово кажется. Давайте просто возьмем и просчитаем вот среднюю серию, да, оптималс. Серия стоит, девчонки, посмотрите, в каталоге есть спа-уход, не успеваю за каталогом следить. Давайте возьмем вот обыкновенную серию, в 15-м она будет по нормальной цене, точно, помню, где-то видела. Обыкновенную серию оптималс, возьмем, возьмем калькулятор, да, очищающая гель-пенка 89, плюс тоник баланс 89, плюс крем. Крема, вот у нас крема, страничка 36. Крема, смотрите, для всех возрастов, да, тут серия оптималс тоже. Розовая это для сухой, зеленая для жирной, для комбинированной, для всех возрастов, ночной, дневной, здесь все записано, все читайте. Если не знаете, обращайтесь к спонсору, спонсор вам посоветует, что вам лучше взять. И вот возьмем, да, вот смотрите, топ-топ 2013, топ-бьюти 2013, это, это наши победы, это наши награды. Компания постоянно побеждает в этих номинациях лучшим уходом за лицом. Так, и берем 83 крем дневной и крем ночной, да, плюс 83, плюс 83, плюс нам нужно что-то взять для глаз. Для глаз мы берем, для глаз мы берем, у нас есть невероятный эффект, у нас есть, ну вот такие вот тоже роликовые, ну здесь 40 плюс, но есть другие, да. Сейчас я быстренько не могу вам найти, но я приблизительно возьму, ну тоже возьму, тоже 80 гривен, да, плюс 80 гривен. 5 продуктов получается 424 гривен, 5 продуктов 424 гривен минус 20% скидки, минус 20% скидки получается 340 гривен, 340 гривен. И этого набора, набор с 5 продуктов, набор с 5 продуктов для полного ухода за лицом. 340 гривен, да, его хватает на 3-4 месяца, на 3-4, на 4 месяца его хватает. Давайте разделим, 340 разделить на 4 месяца, 84 гривен в месяц и 84 гривен, 84 гривен в месяц и 84 гривен давайте разделим на день, на 30 дней, разделить на 30 дней, 2,82 в день, 3 гривен в день, округлим, да. 3 гривен в день, и разделим 2 раза мы пользуемся, да, утром и вечером, 3 гривен в день делим на 2, полторы гривны на 1 раз, всего лишь полторы гривны в день, и вы сможете продлить молодость своей кожи. Просто если сразу посмотреть, да, много, дорого, но вы, если учесть еще скидки, у нас эти наборы у нас бывают и еще дешевле стоят, если набором брать еще дешевле, наша компания нам дает вот такой вот комплексный уход со всех продуктов полторы гривны на 1 раз. Это много? Напишите в чате, это много? Я по нынешним ценам посчитала, вот, все. Говорят, косметика, а куда еще дешевле? Куда еще дешевле? 50 копеек на 1? Сейчас, поэтому, поэтому задумайтесь сейчас, стоит ли тратить, да, вот эти полторы гривны? Я когда просчитала, я когда попробовала, я когда увидела результат, мне не жалко, мне не жалко себе купить. Я договорилась с мужем, муж наоборот, только за, муж только за, что я хочу за собой указывать, что я хочу выглядеть красиво, потому что, а зачем он меня выбирал, чтобы я рано составилась, да? Так, и сейчас мы идем в шведский спа-салон, да? Ира Бурченко, ну, просчитай, там все продукты есть у нас в 15-м каталоге. Просчитай, сколько на 1 раз у нас стоит. Если для вас это дорого, берите вот такую серию, вот такую серию, это будет еще в 2 раза дешевле. Серия Love Nature тоже хорошо увлажняет, питает, защищает, хоть что-нибудь делайте для своего лица. Когда вы покупаете кожаные сапоги, вы каждый день вытираете их, вы каждый день там кремите их. Вы на сапоги кожаные, которые носите 1, 2, 3 максимум года, вы тратите кучу этих всяких губочек, кучу всяких разных там шиколочек для того, чтобы сохранить обувь красивой, да? А кожа лица у вас на всю жизнь, поэтому начните ее сохранять и просто подумайте, надо или не надо, да? Или вы хотите, чтобы ваш ребенок потом говорит, мама, ты у меня старая, некрасивая, не приходи за мной в школу, потому что с меня дети смеются. Это все реалии жизни, это все правда жизни. И у меня сын растет, он будет приводить свою девушку ко мне, да? Я хочу этой девушке быть как подружка, хочу, чтобы она там училась чему-то у меня. Ну, я же должна быть каким-то примером, каким-то показателем. Почему я сейчас думаю за то, что мне лучше сейчас там поесть чего-то там жареного, сладкого, вкусного, да? А не думаю, или купить какую-то дорогую вещь себе, чтобы одеть, и сейчас я красивая. Но я лучше сейчас сэкономлю на этой дорогой вещи и куплю себе вот этот уход за лицом для того, чтобы немножечко быть помоложе. То есть это все нужно понимать. И то есть если вы пришли сюда, вы разберитесь, зачем вам ухаживать. Если вам это поможет, тогда начинайте. Если вы не хотите, если вам это не поможет, тогда можете не начинать. Так, еще, еще быстренько нахожу. Так, я хотела еще сказать, какие у нас в этом каталоге еще есть предложения. Ну, в принципе, у нас в этом каталоге Optimal серия по очень доступной цене. Ну, по 83 гривны крема, это классная. Вот эта серия, это вот шиповник у нас для сухой кожи. Вот это тоже классно. На страничке 40. Вот эта серия очень хорошая. И вот эта серия для очищения и уход для жирной кожи. Это алоэ, а нет, это чайное дерево. Здесь очищающие гель для лица, маска с глиной, матирующий тоник. Почему называется матирующий? Если у вас жирная кожа, вам нужно ее немножко мотировать. И специальный матирующий тоник. Ну, и тоже тут есть для антибактериальный карандаш. Вот такие вот кисточки есть. Вот где, вот кисточка. Для того, чтобы хорошо смывать эту всю свою грязь и жир, да. Серия витаминный уход. Вот это очень хорошая серия. Ценовая политика очень доступная для... Ну, подходит всем типам, всем возрастам, да. И очень, ну, недорого, да. Вот эта серия Pure Skin, чтобы понимали. Серия Pure Skin, это в основном для проблемной кожи. Очень хорошо помогает. И если у меня была в молодости, в подростковом возрасте, у меня была проблемная кожа, было много прыщей, и я только их давила, выдавливала, я думала, это поможет, да, но ничем не ухаживала. Но сейчас я знаю, что вот эта серия, ну, в принципе, может предвратить эти черные точечки, эти высыпания, эти, ну, наши там прыщики и так дальше. Вот эта серия. Здесь специальные средства. Тель для унывания, сужающие поры, лосьон, матирующий крем. То же самое. Это для подростковой серии, или для тех, у кого, ну, есть проблемы, черные точки или прыщи, или угревающие. Вот это очень классная серия. Серия True Perfection, я уже сказала, да, вот, дневной, ночной. О, Боже. Серия Королевский Бархат, это для тех 40+. Серия Экологен, как я говорила, Time Reversion. Сейчас наша мама пользуется вот этой серией. Всю жизнь она ничем не пользовалась, и сейчас ей уже 65+, и мы ей покупаем это все, чтобы хоть на, вот, в своем прекрасном возрасте она ощутила, что она женщина, и что она может выглядеть красиво и привлекательно. Уже на протяжении больше, чем год, она пользуется и утром, и вечером вот этим всем. Это такой подарочек от нас, да, чтобы мама смогла себя почувствовать молодой еще в таком возрасте. Вот эта серия, вот эта серия Optimals Aqua Plus, это была на летний период. Aqua Plus, это нашей кожи летом не хватает, да, обезвоженная кожа становится. И вот это Aqua Plus, дополнительный увлажняющий уход. Вот это был лосьон, вот это классная маска, и были, маска, и были увлажняющие, интенсивно увлажняющие ночные капсулы. Это просто было такое блаженство, когда за целый день пересыкает кожа, а потом ночью ты эту капсулу раздобил, нанес на лицо, утром просыпаешься, и кожа уже сияет. Поэтому это все самое главное попробовать, и потом просто, не знаю, как об этом можно не рассказывать. Есть серия Eco Beauty, есть серия вот тоже 50+, и есть вот серия тоже у нас 50+, это для увлажняющей кожи, это тайм-реверсинг красная. Вот это то, что у нас есть, и компания на это очень большой акцент сейчас делает. И вот нам просчитали, кто-то такой Арм, нам просчитал в шведскую серию 291, вся серия, и получается 8 гривен на одну процедуру. В салонах такие процедуры СПА стоят по 200, 275, 300 гривен на один раз. У нас, мы рассказываем о том, что у нас салонную СПА процедуру можно проводить за 8 гривен. За 8 гривен в день. Это сыворотка, нет, это скраб. Скраб мы наносим, скраб и маску можно использовать один раз в неделю. Один раз в неделю. Если очищением мы пользуемся два раза в день, то скраб, маска наносится один раз в неделю. Скраб с микрочастицами, там, молокит, водоросли мы наносим хорошо, там, себе, там, скрабируем вот эти все. Зачем скрабировать? У нас на коже появляются мертвевшие клетки. И если их не очищать, если их не убирать с лица, у нас, получается, будет, ну, тусклый вид кожи, будет, ну, такая пересушенная, пережирная и так дальше. А вот этими раз в неделю спа-салонным уходом, вот этим скрабированием, хорошо мы его будем отшелушивать. И, естественно, у нас будет ровная, гладкая кожа. И после скраба маска. Маска тоже с экстрактом водоросли и очень хорошо увлажняет, очищает и высветливает нашу кожу. Потому что, когда кожа светлее, тогда, ну, естественно, намного девушка моложе окажется. И маску мы наносим, там 10-5 минут она у нас там действует. И потом смываем, и уже кожа тоже, опять же, ну, более очищенная, более яркая, такая свежий вид. И потом мы наносим сиворотку. И у нас есть еще шведские спа-крема. Два в одном. И дневной, и можно два раза в неделю, если у кого-то сильно жирная, можно два раза в неделю. Если комбинированная, лучше один раз. Я в субботу каждый раз провожу. Так. Три. Когда кожа обгорела, нельзя проводить скраб и маску. При каких-то там чувствительности, высыпаниях тоже нельзя сильно там проводить скрабы и маски. Да, лучше какую-то увлажняющую масочку себе для того, чтобы успокоить нашу кожу. Так, и это, да. Вот есть еще, мне очень нравится, у нас есть вот такие вот еще подушечки гелевые. Это очень хорошо. Их в холодильник ложите. И вот это все сделали, сделали, с холодильника достали, легли. И просто балдеете. Получайте такое удовольствие, пока они, вот это пять минут, пока они, ну, здесь, ну, гелевые. И реально, ну, положили, и сразу у вас вот эти нету... Ну, вспомните, вспомните, как ходишь на работу, ну, высыпаешь, вот эти черные мешки, ну, вот эти припухлости. Это все можно избежать, это все можно предотвратить. И, ну, вот это тоже просто блаженство. Я не знаю, сейчас есть такие подушечки или нет. Ну, реально, релакс такой. Ну, это стоит попробовать. Что у меня есть еще, что я могу вам еще показать по уходу за лицом? Не жалеете для себя. Не жалеете, полюбите себя, полюбите себя. И тогда вас вокруг все полюбят. Если вы будете хорошо, красиво выглядеть, вас, естественно, тоже все полюбят. Так, что у нас тут еще здесь есть? Золотое правило, да? Золотое правило. Какое золотое правило? О том, что вот эти четыре этапа очищения, тонизирования, увлажнения и питания. Очищение и тонизирование – это два неотъемлемых процесса, да? И увлажнение, и питание, и уход за лицом. Вот это разъединять нельзя. Например, берем это Арифлейн, а это Эйбон. Ни в коем случае, ни в коем случае это разъединять нельзя. Почему? И точно так же, точно так же, крема, увлажняющая, разных серий нельзя. Смотрите. Каждая компания делает комплексный уход. Тоник очищения, тоник питания и увлажнения, да? И каждая компания распределяет в каждый продукт, ну, количество каких-то там ингредиентов. У каждого разные патенты, у каждого разные формулы. И потом получается, вы взяли тоник Арифлейн, молочко Эйбон, да? А компания, что Арифлейн, что Арифлейн, они комплекс придумали, и его нужно использовать комплексно. Если вы берете разные серии, это не будет эффективно. И это может привести к высыпаниям, аллергиям и так дальше. Поэтому очень внимательно на это обращайте, ну, внимание. Смотрите. Например, вы пользуетесь очищением там серии Арифлейн, ну, очищением серии Эйбон. А серия Эйбон, например, самую большую дозу там цинк, к примеру, вкладывает в очищающие средства. Тоником вы пользуетесь там серией Мерикей, да? А Мерикей, к примеру, цинк больше всего вкладывает в тоник. Увлажняющим кремом вы пользуетесь Нивея. К примеру, Нивея больше всего там цинка ложат в крем, да? И заканчиваете ночным кремом Арифлейн, да? А компания Арифлейн всегда напичкала больше всего, да, цинка, да? В других у нее, в других продуктах цинка меньше, но вот этим решила добавить, да? И вы представляете, какую вы дозу могли сюда нанести этого цинка с этих всех разных продуктов? И потом получается аллергия. И от чего может быть аллергия? От того, что неправильно пользовались, от того, что, в принципе, там какие-то там еще есть внутренние процессы. Но больше всего, чаще всего, получается от того высыпания, какие-то там шероховатости или какие-то там аллергические реакции, это от того, что не научились пользоваться. Научитесь хорошо пользоваться. Подберите себе по одному продукту. Попробуйте один продукт чуть-чуть, другой продукт чуть-чуть. Чтобы не нанести это все в один день, все новое в один день на лицо нанесли, лицо ваше, не привыкши к такому, вы никогда не давали лицу там эти продукты, никогда не ухаживали. А тут вы сразу за один-два дня, понятно, будет реакция организма и вашей кожи. Поэтому по чуть-чуть. У меня сначала, когда я начала использовать, я сначала умывалась молочком, у меня пощипывало, пощипывало немножко. Но я поняла, что в принципе это не от того, что оно мне не подходит, а от того, что в принципе мое лицо не знает, что это такое. И потом сейчас у меня нет ни на что ли, и у меня все подходит, и мне все дает классные результаты. Что еще вам рассказать? Напишите свои вопросы. У меня есть такой конспект, это мой самый первый конспект. И я его очень люблю. Да, сейчас я покажу макияж 5 минут. Или могу не показывать. Я покажу быстро 5 минут, как я провожу макияж. Я останавливаться не буду. Я останавливаться не буду. Ну, быстренько остановлюсь, так. Наша кожа готова к макияжу. После того, как я сделала утром вот этот весь уход, я начинаю наносить макияж. Макияж, с чего начинается? Увлажняющая основа под макияж. У нас есть Джордановские, у нас есть Зывановские. Основа под макияж, база под макияж. Кто-то же это придумал, почитайте, зачем нужна база под макияж. Для того, чтобы выровнять рельеф кожи, для того, чтобы у нас есть там какие-то неровности, или какие-то ямки, горбики. И для того, чтобы это все немножечко скрыть, вот это нам нужна, вот эта база, да. Так, только у меня. Нету и зеркала. Так, вот эта база. Кисточкой наношу, кисточкой наношу. Она вот такая кремообразная. Это дополнительная защита. Это стойкость макияжа. Продлевается. Я крашу с утром, то есть, если мне нужно быстро накраситься, я крашу с 5 минут. Засекаем, да. Это у меня еще, Ира, это у меня, это, о бьюти. Арифлейм бьюти, ну, это старенькая еще, она уже заканчивается, и буду брать новую Джордановскую. Арифлейм бьюти, ну, а Славика еще нет, а я вебинарусь сюда провожу. Ну, набери Славику, у тебя же есть, но она в телефоне Славика. Ну, да, сейчас у меня 5 минут осталось, 5 минут. Так, основу под макияж нанесла. Наношу дальше тональную основу. Тональную основу. Тональная основа у меня, этот, Джордановская. Тональная основа у меня очень много разных было. Очень много разных было, и, ну, в принципе, Джордановские мне больше всего понравились. Зывановские, обьютиевские, были, эко-бьюти, ну, разные были. Но все они, у нас все увлажняющие основы, тональные основы, они все у нас увлажняющие. Они у нас тоже увлажняют и защищают. И каждая тональная основа имеет СПФ. СПФ – это защита от ультрафиолетовых лучей. И, ну, от солнца – это защита. Я раньше думала, нельзя наносить на, ну, на каждый день, да? А оказывается, можно наносить и нужно тональную основу для того, чтобы она защищала. Так, и я вот сюда наношу немножечко себе тональной основы. И прохожусь, тоже наношу кисточкой. Подбираю по цвету. В основном всем подходит слоновая кость. Ну, у кого более светлее лицо, у кого более светлее лицо, тому можно брать парфоровый. У кого более темнее лицо, можно брать естественный беж. Наношу на рубы. Кисточкой хорошо, равномерно и небольшое количество выходит. И небольшое количество выходит. Мы придали, мы, ничего, что база одной, а тоналка другой. Главное, да, что в косметической серии. Дальше у меня есть вот такой вот корректор. Корректор для чего? Под глаза. Корректор под глаза, потому что тоньше кожа. И темнее, кажется, так как глубже посажены глаза. И такой есть визуальный темный круг, да? И мы берем корректор на тон светлее. У меня корректор фарфоровый. И у меня корректор фарфоровый. И под глазами я проделываю. И точно так же здесь. На витка наношу. И вот здесь. 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 Чтобы не было черных кругов. Темных кругов. Вот так. Дальше мы переходим к пудре. Пудра у меня есть. Зывановская компактная. И есть Джордановская рассыпчастая. Рассыпчастая мне очень нравится пудра. Рассыпчастая. Вообще рекомендую делать макияж рассыпчастой. А подправлять макияж компактной. Пудрой тоже делаю кисточкой. И вот здесь. На лбу к вискам. И вот здесь. Вниз. Почему вниз? Потому что у нас есть на лице волоски. Если мы будем вот такими движениями делать, мы эти волоски можем поднять вверх. А так мы их улаживаем. Обязательно наверх. И вот здесь. Рассыпчастая пудра лучше лосится. Рассыпчастая пудра дольше держится. И вот такой вот теперь у меня тон лица. Да? Уже получше, чем было. Можно выйти на улицу и никого не напугать. И брови можно подрисовывать. Можно карандашами. Можно карандашом. Можно. У нас есть специальный набор для бровей. Но я его не заказывала. Потому что. Потому что у меня. Ну, свои брови. Ну, можно чуть-чуть подрисовать. Вот. Ну, вот так. Брови нужно, чтобы было видно. Так. И дальше мы рисуем ресницы. Я больше ничего рисовать не буду. Я сказала вам дневной, легенький. Рисуем реснички. У меня тушей очень много тоже всяких разных. Сейчас. Я все всегда пробую. Сейчас у меня живановская вот такая вот кисточка. Я больше всего люблю 5 в 1, которая сейчас в каталоге по 100 гривен. Ее цена 80 гривен. И у меня их очень много заказывают. Потому что это самая ходовая. И она в следующих каталогах ее нету. Поэтому я уже себе заказала парочку штук наперед. Пускай у меня лежат. Сейчас, секунду. Я уже заказала. Поехали. Туши наши очень классные, ну, все, в принципе. Любому подобрать можно. Есть удвиняющие, есть объемные, есть закручивающие, есть по разной ценовой политике и... Вот так. И последний штрих, предпоследний штрих, это румяна, да, румяна в конце. У меня цардановские, вот они скоро будут заканчиваться в этом каталоге, естественно, в следующем каталоге. Закажу новую обновленную серию при заказе на 210 ривен румяна за 119, наша цена там 100 ривен. В любом случае закажу, потому что это будет на расхват. У меня уже две, двое румян заказали. Ну, потому что это реально крутая цена. Нет, у меня остальные, у меня две кисточки давным-давно были, это не Арифлейм. Остальные все Арифлейм. Для масок, для тоналки, для губ, для наших... Для пудры, для румян не Арифлеймовские. Зато я знаю, что все кисточки у нас есть Арифлеймовские у Богдановой Сюх, которая выиграла их. Богдана, напиши о своих кисточках впечатления. Немножко вот здесь вот так протяну, чтобы... Обязательно вот тут на яблочке чуть-чуть и вот так. Вот здесь. Но обязательно румянец нужен. Ну, это намного украшает, да? Так, и последний штрих, то есть 10 минут я уже заняла, да? И последний штрих, это у нас помада, да? Ну, я хочу вам показать вот такие карандаши. У меня это, ну, это просто... Я без них не могу обходиться без этих карандашей. Я сегодня целый день, ну, была на улице, я накрасила этим карандашом. Ну, я приехала домой, я пила кофе, это... Сделала там конфеты и приехала домой, у меня на лубах карандаш остался. Прокрашиваю полностью. Вот так. Готово сверху блеском и готово. Сейчас покажу блески и помаду. Вот так. Блески, любимые, вот такие вот The One. Помаду заказала все-таки икону стиля. Довольно счастливо. Уже почти срисовала. Это просто шикарнейшая помада. Ну, мне очень нравится дизайн. И не стыдно там достать, подрисовать. Ну, то есть на карандаш сверху рисую чуть-чуть. Так, вот это так. Вот это готово. То есть повязочку снимать не буду, там у меня челочка. Вот это вот так. Можно оставаться за 11 минут. Вот такой быстро красивый, да? Хочу еще раз сказать, вот такие продукты у себя новые взяла. Вот тоже икону стиля. Это у меня новый, другой цвет. Вот такая сейчас у нас появилась новинка. Рассыпчатая пудра. Вот такая вот, Зивановская. Это бомба. То же самое, что и вот эта, только это, ну, конечно, чуть-чуть качественнее. Больше, ну, лучшая упаковка, дизайн, Джордане, VIP серия. Ну, если у кого-то там с деньгами напряг, то можно вот эту, ну, по качеству очень классная. Классная. Джордановские, Джордановские новые. Новая серия, я Джордановская, обновленная, очень классная на подарок. Очень классная вообще. Вот наши тени. Ну, шикарный дизайн. И пудры хватает очень надолго. На год вам ее хватит. Вам ее хватит на год. И посчитайте, 179 гривен, минус 20%, и разделите на 12 месяцев на год. И вот такая вот тоже компактная пудра, Джордановская тоже у меня была. Так. Вот. Ну, тоже, опять же, дизайн, все красиво, но не стыдно где-то показать, где-то. Вот это так. Вот это так. Поэтому, поэтому, девчонки, ну, делайте правильный выбор, да, в своей жизни. Как вы хотите выглядеть, как вы хотите дальше жить, как вы хотите выглядеть перед мужем, перед семьей, перед детьми. Нужно ухаживать, не нужно. Это ваш выбор. Это ваш выбор, никто не заставляет. Вы можете потихонечку подбирать себе что-то, какие-то продукты. Здесь, в компании Reflame, можно подобрать продукт. Ну, я просто сейчас заставлю нас с этими продуктами. Это я вам вообще 1% показала с того, что, ну, как бы, это все то, что основное, чем я пользуюсь. Но у меня есть еще куча теней, куча подводок, куча блесков других, куча других помад, куча других там карандашей для глаз, для губ и так дальше. Поэтому, а раньше, до того, как я пришла в компанию Reflame, у меня была тоналка, вообще не соответствовала моему цвету лица. Я ее купила как-то по распродаже в каком-то магазине. Ну, я много не могла покупать. Купила одну, и вот украсилась, она вообще не подходила, я не ей красилась. Потому что другого выбора нет, другого выхода нет. И тушь одна была. И я не могла, можно сказать, купи мне. Потому что, ну, не было денег, не было возможности. В декрете сидишь, зачем тебе что-то нужно, да? Ну, потом я начала сама себе на это все зарабатывать. Я заработала, и заработала даже больше. И сейчас, ну, в принципе, все счастливы и все довольны. Поэтому сделайте, сделайте результат, покажите результат, и потом увидите, как все вокруг поменяется. Я сегодня была рада выступить для вас. У меня уже, ну, у меня еще много информации. Но, если у вас есть вопросы, задайте. Если нет, тогда будем прощаться. Потому что времени, информации еще есть много, но времени не так уж и много. Спасибо, Свет, спасибо. Запись...